привет ребята так ну и чё будем надо продолжать зачищать этот сраный форт так сказать от врагов народа да чё такое я вещь не могу достать уже третий раз наверно причинские такие крутые а вообще полный капец фокс засидите а чё я кстати да я стал их лучше валить то есть я уже понял чем дело это короче из этого камня силы который у меня силу забирал да это из-за него я их наверно так собака словить теперь уже к первому я возле сынчиков после да как полного вахопеда какого-то то есть можно уже с ними в алиса прямо скажем ну и хорошо зачистим этот форт чтобы потом можно было спокойно перемещаться к лагере орков ну и плюс нам уже нужен очень опыт нам очень нужен опытом очень нужны очки обучения чтобы дальше прокачиваться правильно поэтому так сказать в двух зайцев в одни мутаром сделаем короче говоря а чё ты бразь а давай дохни ёпта там если тебе рассказали что так и нужно становиться учеником у этого некроманта пусть тогда можно получить и доспехи и какой-то там пост но и правда капли посох по идее не нужно потому что посох по логике вещей будет двуручного я качаю на ручку правильно да и доспехи на работ какие-то магические но тем не менее их можно будет продать и плюс то что я еще подразумеваю что при любых раскладах да при любых раскладах все такими какой-нибудь магии обучимся это точно лишним не будет поэтому я думаю что тоже принял правильное решение хотя принял его конечно не раздумывая там до особо так сказать я его принял чисто потому что я его принял чисто потому что это самое не мог завалить его некроманта да потому что он сильно крутой был кстати мне что-то сегодня играю меньше лагает него 5 почему а в этой зоне какой-то такого непонятный я же пытался того некроманта завалить и согласитесь там но я не знаю что надо было сделать чтобы завалить поэтому очень я конечно рад тому что опять-таки замечательная музыка я просто знаете чему очень сильно удивлен в этой игре это тому что в любительского моде до в любительском моде столько разных музыкальных сопровождений то есть практически для каждой локации для каждого там чуть что даже не здание своя музыка это конечно очень сильно удивляет и родный шахте была своя музыка да там в лагере охотников своя музыка в лагере орков своя музыка то есть блин уряда практически в каждой локации в каждом новом уровне как своя музыка реально очень круто честно говоря чего почему хату не хотел разобраться с гарпием и сам непонятно что гарпи принципе хату мог бы и сам завалить я уверен то есть насчет огненного мракористов еще ладно огненный мракорист да дольки грудь а вот насчет гарпи к миру ну правда непонятно так чё у нас тут еще есть ягоды то есть музыки конечно чуваки набрали очень много и за это им конечно огромнейший респект это сразу двое давайте даст на давайте сначала скелета а потом уже будем а лариса стой дамочкой так сказать да ты мразь да давай дохни ёпта все загасили то стерео скелетиков там не так уж и много правильно то есть принципе я честное как-то там вот он форт так боялся когда прошлые разы играл всегда думал то наверное столько нежити да а сейчас так смотрю что честно говоря зря боялся так сказать да потому что принципе мы его уже практически и зачистили да но во всяком случае проход все уже точности практически и зачистить что можно было спокойно перемещаться чтобы можно было спокойно перемещаться себе кваги орков там не сказали что можно вроде бы как-то исправить этот бах есть какая-то фишка но честно говоря мне просто какой-то впадло знаете буду исправлять его а другой какой-то появится новый какой-то бах да вдруг будет что-нибудь в этом роде да а во-вторых там парь париться из-за него еще и до имея ввиду что в принципе это не самый страшный бак можно вот в натуре сейчас расчистить себе дорогу и просто по через форт ты так подумал короче что пока что ничего предпринимать я так сказать не буду так он еще какие-то критики есть я сам форда конечно еще защищать и защищать а вон еще как это проходы езда то есть сам форт реально еще конечно угол и двое сразу даже не двое трое вместе с харфи и сауфорд конечно еще защищать и защищать ничего не скажешь эти скелеты борзые ёпта скелеты реально борзые поход зря я решил чуваки да сразу сто трех народа наламывалась хотя бы с одним скелетиком скелетиками сразу для вот раз трудновато валиться еще и гарпи это откуда-то вылезла просто я знаете чуть-чуть хочу этот форт полностью зачистить меня просто есть такая надежда что здесь будет натуре какой-то камень телепортации во первых ну а во вторых может быть какой-нибудь щит там или ящи что-нибудь в этом роде ну знаете там принципе ох кто-то побежал уже по логике вещей ведь должны быть какие-то здесь толковые вещи правильно охраняется хорошо дач по идее должно все им так быть и толк толково да ты баску то борзые скидет вообще за занятия давай 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 ёпта а так-то охраняется хорошо видит это за форт наш по и логике вещей живут здесь должны быть какие-то хорошие вещички может быть мы здесь какой-нибудь щит хороший найдем или меч и даже доспехи кто его знает или просто золотишка золотишка вам сейчас тоже не помешает так только один побежал хорошо еще не сидели рассказали что можно будет у доделы научиться а давай научиться делать доспехи и шкуры черного тролля то есть я тоже очень сильно хочу этого обучиться это будет тоже очень здорово прямо скажем говорили что это очень будут крутые доспехи а у меня тем более шкур черных троллей очень много да в этом где-то порядка пяти или шести наверное даже даже да то есть поэтому конечно я только за чтобы обучиться так сказать вот поэтому сначала сбегаем лагерь орков того себе раскачаем арбалет до 30 и возможно подавим силу если хватачи обучили научимся вырезать языки и охлених ящериц а потом когда будем возвращаться в лагерь на охотников то есть у нас удочки в учили то еще обучимся вот этому надо повод с доспехами ой и опять двое да что ж такое а а ну да ну 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 у даже трое его получили ребята трое тоже перебор вы что не стали что трое тоже перебор откуда их там трое то взялось а скоты блин вроде так смотришь у него уже из критиков почти нифига не осталось до начинаешь валится таки тут такие толпы что можно прямо под офигеть под офигеть так так откуда откуда не натуре повылазили а я выбираю только одного вижу такого чтобы был совсем рядышком ну ставритесь кто-нибудь ублюдки а он наконец блин двое по вам согрелось да что ж такое угол это еще серьезный парень согрелся чуваки опять этот гарпий конченная да блин это какой-то капец а запарили эти скелеты опять агрится целой толпой и гарпий скелеты еще это серьезный паренёчек теневые воин сарил сообщи скид страшно очень вещи теневого будем пробовать варить сначала нашим магическим мечом потому что вроде бы как он должен нежить валить а если не сработает то будем валить тогда его серебряным мечом это точно должен быть его поселее как-то коцать чего ублюдки не агритесь а блюдки сраные засадите а сейчас только полезу они тут сарится сразу в трем или пятером да а так то типа вообще на меня внимание не обращают да такие засранцы ёпта он наконец-то хоть ой-ой-ой хоть кто-то на нас обратил внимание так сказать вот так это у меня без счета да давай дохни ёпта он наконец-то так начал вот еще одни ублюдка меньше ты где-то наш местной грибочек меня опять скоро уже будет хп нечем пополнять чуваки если а реальная беда прям такие страшная беда потому что зелье как бы мало покупать зелье у меня и так денег практически уже нет да когда кишиши я еще буду покупать эти зелья но единственно сейчас конечно дам хату его эти вещички в этом денег точно даст я уверен что вактас это вознаградить за то что вы его топор отдадим но в целом конечно сомневаюсь я что мы получим такие уж там какие-нибудь феноменальные деньги да а на разные навыки нам придется отдать точно большие деньги о пошел еще один так это с дурочки его точно надо валить туша эти с дурочками не самые борзые чуваки такие да у них родился действия сам большой да ему сносит хп не помню побольше удерживаться до ручками поэтому этих чуваков надо точно самым первыми гасить как самых борзых давно и жаль на мясо просто скоро совсем закончится а форт еще конечно защищать и защищать да правде говоря я думаю что здесь будет карта не жить и поменьше да кстати говоря очень много параллелей с форду фаркафтом помните когда я еще раз валился с рудогрызами они мне напомнили чем-то а монстриков из world of warcraft и вот эти вот костры синие такие же есть award of warcraft и кстати говоря тоже синие костры в разных подземельях так сказать очень много параллелей можно провести так сказать сможешь с ловчиком наконец согрелся на меня этот ублюдок давай ёпта о вот уже левел набили отлично ой ты чё я куда ты шприхаешь барана так слава богу никто не согрелся так значит нас теперь 24 до очка обучения забавно до 4 уровень до 4 очка обучения забавный момент так хотел бы я еще посмотреть что-то наверху вот под ему ступенечками если подняться интересно что там будет давайте-ка поглядим ну все проходу вся казучи мы расчистили да то есть можно спокойно перемещаться это радует отсюда типа ага прикольно сделали типа валяется потом встает да потом почему-то не агрится на меня на сына сделали прикольно тем не менее порадовал прикол так сказать ну хотя чё мы когда все эти мечи в повпариваем до который мы с этих а скелетиков а пособировали я думаю что нам а деньжат выпадет очень даже неплохо на скелета вообще здорово валить с каждого по 250 опыта очень неплохо я бы даже сказал его мрази вы чё вы чё вообще борзые да идите вы в очко ёпта так надо держать оборону пацаны бурона оборона сталинграда ёпта не не получилось обороны сталинграда ну тут конечно гуняло то сразу трое блин мне бы как-то их надо по одному наверно вымаливать потому что сложновато так сразу с тремя ублюдками драться а я чё так думаю что они тут точно что-то охраняют а потому что двое было по пути потом еще трое ну точно не должны что-нибудь охранять что-нибудь такое ценное я даже не верюсь если мы весь выпуск потратим на то чтобы зачистить страны я форда так вот кто тоже вроде бы там воскрес 4 братишка давай 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 о давайте да будем по одному с не лучшего лица то что мы их пень хитрожопами скелетиками да отлично ничего разве так на рожке зелень полечиться потому что блин это капец конечно да зелень у меня конечно напряг полный а покупать я не жнатую не денег стоит я не знаю сколько вернулись мы к нашей старой проблеме помните который у нас давненько еще была проблеме чем восполнять свое хп ёпта о да там еще этих ребят дохленьких валяется за сколько это вы там весь дом помыл этих чуваках дохлый отлично это тоже с дуручкой да такие с дуручками мрази они сам больше хп сносит я их за этого из этого ненавижу да они достают на большем расстоянии и очень сильно так атакуют да такие короче блин быстрые мобильные да и при этом еще и хп сносит я не знаю сколько мрази а слова че вот эти с дуручками не как-то даже если костю то они опять совсем понт снимаю да и я повторюсь даже если косты тысячи часто их не удары уходят в молоко так сказать да а эти блин по 2 если ударят то уже ударят так сказать да мясо уже даже скоро закончится уже скоро блин вообще ничего жрать будет так отлично так кстати говоря считаете сколько стоят о 20 золотых один такой щит то есть ее 80 золотых я только на счет их на счетах поимею вот присвещал уже нормалек почти сотка вот уже и хорошо и чё ты брать давай поднимайся да это с одной ручкой так что отлично где там слова чего выходе бороться этого конечно бы попроще убить но ответил не даже коснул сравнитесь с тем как меня послал примеру все тот же чувак с дуручкой да и как меня сейчас косвит этого чувак хотя нет слова что же были нормально хп снеса бразь а а сколько ты его мечи вот эти их не стоят а вот эти вот короткие 50 золотых вот так нормально чё принципе журю вы на вид на их не печат нормально золотичка подымем я так думаю стола поимеем с этого поимеемые нормалек епта так ты походу последний из магикан да я так понял что больше вроде бы как не видала труда точно вот а может быть это но и есть чуваки то что я думал а а ну-ка давайте-ка поглядим ёпта руна 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 так едут всякие вещички наши испорченную разрушенной башни нет не это просто рунический камень что не было воронических камней отпаду а а я уж понадеялся что нашел на телепортации обрадовался да так это ублюдка вам искали а так он тут еще один ублюдок а да что ж такое то еще какая-то мразь есть сволочь все отлично а так и ржавый двуручный меч тоже 50 золотых стоит так что в принципе в этом плане нормалек так вещей вроде бы здесь больше никаких таких нету к сожалению есть вот метла есть ну какой-то сундучок сейчас было непременно обыщем ну и да вроде бы как все будем надеяться что этот арунический камень телепортации будет в какой-нибудь другом месте очень сильно были на это надеяться так сказать так чё тут у нас влево вправо вправо влево влево вправо 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 влево вправо да ёлки-палки влево вправо 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 влево вправо чертеж топора рудный покоритель это же двуручная да это но продать можно чертеж стоит аж 300 золотых поэтому в принципе парить можно так чё значит мы все зачистили ну и славненько вот еще какой-то сюда можно зайти вам заценить этот капец какой-то до чего большой форта я же походу я всю серию будут фор защищать что есть что защищать так сказать да ну да зацените сколько здесь мама мрази и тут . стерябли капец а вставай братишка меня на тебя нагибать то сейчас я только что зайду вы сразу все станете вот стопроцентно это для счете меня нагибать я мрази хотя нет смотрите не все они все братишки встали это хорошо ой да чё ж я ее ну ладно присоединяйте зелиманы не сильно той нужны по большей степени давайте-ка сохранимся так вот еще какая-то мразь лежит счет его него лишь то дождался пока он стал придурок а отлично это помню свиток даже какой-то лежит чуваки или чё то такое короче по моему там есть чем поживиться ребятушечки чего не скажешь про меня да спинял же реально нечем живицы ну давайте еще грога моряков попьем принципе 20 хп выполняет почему бы и нет ну ёпта да сколько ж у меня хп никак не восполнил а берегись похмелье так он так и не хочет самогон пить несмотря на то что мы уже вышли из шахты да давайте еще лечебный корень что ли пожрем я уже не знаю чё жрать то уже жрать нечего ёпта так еще значит не тут валяется на столе какой-то наверно пьяница давай вставай братишка красава а я напомню только не там да таки есть но какой-то свиток там то три зелья маны и помогут этого один свиток есть свиток творит они да не доносов чертов по двое стали бил этих одноручных скелетиков за то что они как бы хп мало сносили да это будет такой походу не из тех парней которые мало хп сносит до пришлось с ним а попотеть так сказать падла такое тут уже придется разделе выпить бель 5 зелья осталось а что ж творится-то тык давай дохни так отлично сама зашибезно это когда конечно успеваешь так их завалить что они даже не успевают от дуплица да не понимает вообще что происходит а уже мертвенькие вот это самое четкое лишь так убивать сажение сюда получается вот еще к это мразь о с ним получилось ну и чё вот последний из магикан так сказать с двуручкой еще и вооруженный давай дохни ёпта о все отлично полностью мы зачистили короче эту комнату комнатушку так что . поглядим чуть за камушек он юзается а у нее здесь он просто и то есть для чего непонятно а помните такие камушки были похожи так значит давайте козели от стиля есть это огненный шторм отличный свиток ойти такие же свиток прикольчики камушки были в одной пещерке и по ним на двое стрелять из арбалета давайте-ка попробуем а вдруг такой же самый случай а и так не стрельни стрельни в камушек братишка то в камушек стреляй ёпта и чуть не хочет стрелять совсем у вас стрельнула и числе крыши то стрельнула и какая-то зеленая фигня полетела полетела короче куда-то неизвестно направлении так сказать ну что же значит мы все-таки не зря стрельнули то уже радует так ну а это уже выход я понял если что плохо бегать через этот форт это в том плане что придется через камень пробегать и камень меня будут проклинать все время да и это конечно не очень удобно ну поглядим может быть нам все таки удастся найти этот самый где-то наш магический меч давайте прямо сначала магический валится с этим чувачком этот самый камень депортации да и мы просто будем слайпортироваться да и все в принципе этого что же исключать нельзя правильно ну чё ты сволочь выходи бороться ёпта не эти в магический вещь короче его нифига не лучше косует давайте забыли пробовать серебряным то серебряный по моему и должен косвить довольно таки неплохо если здесь сейчас серебряный вопрос конечно не будет то это будет печально то что он валит меня очень даже неплохо а мне его валить неудобненько так сказать да найти бы какой-нибудь серебряный такой крутой клинок до который вы был бы еще с уроном где-то там под 80 вообще на работа ништячок так вот по-моему да вот серебряный клинок что-то не доносок выходи бороться так отлично он согрелся да нифига смотрите его и этот клинок чё-то не коснут нифига чё за хэ непонятно видимо по идее серебро тоже должно коснешь таких же теневых воинов помните валил когда был в этом в той фигне и нормально он валился а тут чё-то уже короче все чё-то уже не валюсь непонятный короче прикол какой-то просто без этого конечно в виде тех теневых воинов это конечно просто песня да потому что как бы попробуй завали ублюдка до оживучий кусок дерьма так сказать блин целая беда чуваки а я не знаю что с ним делать давайте попробуем сейчас еще разочек не знаю но блин я чувствую что я его завалить не смогу потому что куда куда же не с ним валится то ну я у него снова удара то сношу буквально там понты хп дал мне спросите не знаю сколько вот пример удалось костал разочек называется смыть как унес хп не да это не дело чуваки придется короче нам тогда уходить из форта я думал полностью зачистить но не удастся не серебряный клинок его не трогает и магический это зачарован и так что атак у него сносить по одному хп то я конечно запарюсь прям таки скажем а жаль жаль но при свечо правую часть на полностью зачистили вернее левую дабы и это все зачистили в этом плане конечно здорово да фиг с ними вон и короче что мы добыли еще и гарпию кровь так что все фиг на них может быть как-нибудь станем покруче или нам еще какой-нибудь такой меч дата непременно мы сюда вернемся и всех нагнем так сказать пока что же у нас этого не получится к сожалению так что все топаем туда к лагерю орков да вы задрали меня ослабевать своим конченым камнем просто что еще очень плохо конечно то что мы не нашли это что мы не нашли камня телепортации да и придется время бегать через этот камень который все время будет меня ослабевать это конечно очень грустно ну бою это мракворис а я ослабленный а это не ослабленным с паркорисом а не очень-то справляюсь да да чё она повисает а ёпта вот это даже не один мракворис по-моему а или товар какой-то это не понял летом 2 мраквориса в натуре за сети 2 мраквориса стоят круче везде сидят спят вообще такие борзые мракворисы я же фигел пока макар они там сели вообще а у меня есть это свитек хороший где он там типа огненная буря да 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 ну-ка давайте чай как на огнем ублюдка фа а и не станешь вам плохо относятся вернее по физически на ворот относится к огню если я туда и могу ждать до феи я совсем забыл про эту фишку то что их же огонь не коцает еще обычные водки 2 это было так что короче я фокус не пройдет да очень жалко то что сразу двух ублюдков они в одно место положили с одним бы я то справился а с друга тоже проблема проблема ёпта давай не недоносок давай давай топай сюда я тебе часа нагну короче потом твоего братишку то же самое сделаю ком пошел чем баран куда-то пошел а хотя может быть я очень сильно туда с моим уровнем свереть с тем что меня ослабили правильно ну да я вот она даже часа не на попу что меня эти ублюдки ослабили своим камнем кончены тупорил своим камнем абсолютно в это вполне может быть что я его и нагнуть-то не смогу ребятушечки я он у него только пол хп снёс уже сколько затрачивать да сдуон как меня уже покосал вот это это бразь да не доносок покосал у меня пару раз уже сколько мне хп зато снёс блюдок сраный а я его блин косую 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 а толку вообще никакого абсолютно вот сейчас еще один дар мне хана да блин обидно этот прикол с их ним камнем этим конченым да то что он забирает силу на время вообще полный фуфел как-то и пробежать чтобы он тебя не заметил по-моему тяжеловато да и вот теперь приходится еще всякие неудобники терпеть вот типа того что я сейчас терплю да ладно погнали тогда спустимся экстремальным так сказать способом ну вот и ништяк так все вот мы вот мы уже и на полу дороге к заветному лагерю акция мышь вооружены по-моему не тем мечом-то а это вам да это наш магический меч дети мрази отлично ну да это зачарован у нас клинок все изыск а мне силы типа не хватает на изыска на длинный меч это вообще жестоко ёп учет варить и образе четверо на 1 а я вас всех шатал подонки стеря сгоблены мы даже можем ослабленными валиться да то что круто то что так сказать радует то что сгоблены можем валиться при любых раскладах так сказать так то значит еще есть полевые жуки и кролики шныги все вот эти вот борзые короче они же сиро снулись короче сволочь а мне что-то в подождь на всех валить даже честно вот такой ты даже не охота вот не знаю что то кто там еще борзеет давай выходи выходи бороться так завалим зайчиков еще кто там бы еще борзый а это не ссорками валятся я понял хорошо до следующего уровня дофигища до до следующего уровня довольно таки дофигища но он может быть штыков по натуре завалим а по дороге корком все-таки опыт натуре нужен никуда туда не деться тем более по 100 опыта за каждого ублюдка это неплохо ну смотрите как очень даже неплохо я бы сказал очень когти шныра уже позабирали или стоит попытаться зала она вернее 2 золотых если продавать поэтому конечно это хрустно там еще в пещере конечно это упать и шныров то мне впаду их опять всех убивать но потом непременно пойдем прису это зачищать конечно же да ради опыта да и вообще территорию расчистить это ублюдков так сказать ну а тут у нас короче на сегодня хватит то что я запарился гаситься да со скелетами гасить теперь со всеми этими ублюдками гасить под подустал подустал так сказать так давненько мы не были уже в лагере орков я даже соскучился по их ним мордам так сказать так сколько сейчас вообще времени стяжка 100 всем надо поспешить братишки да и кстати как пройдет этот квест с этим самым шаманом который варха превращается а где это зелье у него украсть очень непонятно надо будет сейчас разбираться так как она вообще сейчас нужен нам нужен сейчас учитель арбалета да точно учитель арбалета на час нужен а он должен быть где-то вот здесь если я не ошибаюсь после этого чё нам вообще надо будет вот ашкор так ашкор после этого надо будет сдать квест хату и ваку вот все вспомнил так тебе нужно подключить это же это блюдо которое нас должен был арбалета учить или я ошибаюсь о а это он опять типа едал по соплям я понял прощальная записку так а что там за прощальная записка давайте-ка прочитаем где на там ёпта а вот же прости с любовью герр а то герр от ее парень еще что ли был как ты на тебе живого места нет бывало и получше моя голова он со всеми так или только с тобой один раз этот урод поймал меня на кража после этого он глаз меня не сводит ты воровка если было воровкой то не попалась бы алластер ты не понимаешь он убьет меня я не смогу пережить еще пару избиений может быть я смогу тебе помочь да поверь я в долгу не останусь сделай так чтобы ашкор сюда больше не приходил прошу тебя алласта ты хочешь чтобы я убил его неважно что-то с ним сделаешь главное чтобы тут он больше не появлялся это рискованное дело но я согласен спасибо спасибо тебе алластер так короче давайте сначала получился арбалету такая таблюдок стремя арбалету а вода каракам точно нет я просто забыл так а научись обращаться с арбалетом так вот да а денег больше не хватает от падла надо будет еще золотишко потом намутить так а у меня еще и хочешь может учить правильно да да блин все чуваки погнали и где-то бабула размучивать доллары доллары нам нужны тогда еще с этим ублюдком поговорим может можно будет как-то с ним до базариться так сказать тебе ну они нифига с ним только один тоже приколки что тебе нужна помощь хорошо давайте доторговаться так нам нужен хату и нам нужен оркоторговец где бы их я уже забыл где не находятся блин а чувак конечно нужен у вас в принципе такой вот подождет хотя не 2 повод должен будет и здесь кстати говоря если я не ошибаюсь вот она повода да 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 братишка это твой топор но я не верить своим глазам где наемник взять его пещере с мертвецами от которых ты убежал моя бояться мертвецов бог признать это и склониться перед храбростью наемник а что насчет моей награды ты обещал поделиться секретом своей силы моя найти в пещере древней шкатулка она повышает силу но после этого ваку становится очень плохо ты отдашь мне шкатулку но я ни за что не отдать а если я доложу тарсу что ты скрываешь от него артефакты тарс не поверить твоя без доказательств а шкатулка вак надежно спрятать и мора может не пытаться ее найти ты сволочь недоносок я там жизнью рисковал а ты мне короче вообще нифига ничего не дал падал я думал у нас как-то вознаграждет ладно фиг до него так братишка зачитал сейчас нужно было у тебя золотишко размутить первым делом так сказать так-то нафиг не блин чем ты торгуешь а вот а все отлично булеты у каждого какие-то аж у него защитите говорю а обычный ржавый щит я понял луки короче всякие я понял так амулеты у него короче фуфельные но все понятно нечего у него так убрать давайте-ка ему впаривать весь свой хлам а так это все пускай будет вот это все впариваем средний топор абордажная пика серебряный клинок оставляем так это все впариваем 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 так лук впариваем а все сила ушла камня ржавые щиты впариваем стрелу впариваем магическую стрелу тоже впариваем так вот ножи 1000 с лишним золотых отлично так чуть-чуть можно впарить кольцо ловкости впариваем пояс впариваем одежда горожанина впариваем так че у нас еще есть вот когти шныга давайте-ка впарим жалоб впариваем золотое кольцо старинные монеты эти кости все по впариваем натуре вот эти когти по впариваем жилые ящерицы еще еще есть продать скажу уже почти 2000 золотых на валют немножко все таки размутили золотишко вот еще же нас тут есть клыки вернее зубы так шкуры черного тролля трогать не будем утрога драконьего снайпера еще можно впарить каким каракуса впарить ну и все походу да все остальное нам уже принципе нужен все хорошо давайте погнали пока ты чувак еще никуда не ушел обучимся еще у него арбалету и разным навыкам вот этим вот охотничьим потом поговорим с хату вот а потом будем как-то пытаться этого аж гора как такие донуть вообще не значит делать честно говоря как это его зелера разбудить чтобы потом победить его на арене так значит смотри братишка обращаться с арбалетом так это во первых таки перри значит обучи меня охоте вода языковых ящеров не по-любому надо и шкуры с рептилий тоже давайте обучимся и все больше мы ничего обучаться не будем охотничьему так этого насколько чем учили 12 еще осталось может быть силу пойти еще повысить наверно давайте натуре силы то что у нас арбалет уже 30 процентов это уже стрелок и давайте внутри арбалетка чем до 40 где-то или доска китом а вот нет арбалет нам натуре нужен так больше нам не хватит правильно золото да не кстати они достаточно тоже а все уже дальше нужно это я понял больше и обучение ну хорошо так это у нас 5 обучения и арбалет у нас 36 процентов но все отлично арбалетом более-менее раскачали теперь надо топать к хату да интересно может быть теперь мы сможем наконец-то и ищущих более менее из этого арбалета нагибать да то что же все таки 35 процентов более-менее вкачан арбалете как говорится надежда есть так сказать так герат хату находится я уже забыл где-то помню что на какой-то скамеечке сидит да вот он сидит так отличненько так хату братишка я достал кровь необходимых животных теперь ты можешь закончить испытание это уже подзапаил честная братишка что-то сделает то сделает ты вообще ничего не может сделать по ходу да так одет от вор хором помна ходит стаде все эти ороши шаманы если я не ошибаюсь так тут чуваки на раскопках нам походу кот наверх да надо да помоги-то наверху точно так из одного же возможно с кем-нибудь из сороков поговорить и он нам расскажет как вот это блин забрать то зелье у него или чё или в принципе есть еще вариант поговорить с этим вот рабом который вроде бы такой хитрожопой да так сказать может быть он что-нибудь по этому поводу знаю тоже как вариант и вот с этим вот может быть и к чему ставит по этому поводу не алик тоже ничего не скажет по этому поводу хорошо так вот здесь повода а нет это тут телепорта находится так работе все обычные я понял были где-то пещера с этими сорками шамана вече тоже и потерялся а вот наверно до шартан а чё за шартан я такого а это что-то охотник ты не планируешь дальше заниматься охотой понятно так вот да здесь поводу да 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 так тут так садя только один охранник и все да а хотя не здесь есть еще кто егор харр егор какой-то обычно давайте вархару за счет дадим все вещички вот вот хату просил передать тебе кровь трех зверей посмотри мне в глаза и скажу сам ли он добыл ее блин а чё чё отвечать я не сохранился падал перед этим а да конечно я видел как он несколько раз ходил на охоту ты обманываешь курхара твои слова лучше ты мразь а блин падая сохранится завтыкала вообще короче же щеки меня еще и из игры выкинул представляете по 100 я решил перезагрузить после этого так если еще даже не поблазарил так вот твоя кровь братишка так все хорошо значит мы должны сказать что я сам ее добыл хорошо а сделаю все как он просит теря вот тут должен быть этот хитрожопый раб давайте может быть с ним поговорим может быть он знает как украсть его ублюдка его зелья потому что мне вообще непонятно как его украсть халли может быть ты знаешь да нет как идет работа как можно спросить вообще непонятно как его красить там только там рабов и твой орков и полно припад причем полу в любое время суток да то есть как его можно спереть а самим этим аж гором мою дверь не а шкором да или какого-то зовут его забыл короче говоря тоже не побазаришь правильно потому что в разговоре нету допустим того красного серии не прятать к экспресс пройти какая-то целая засада так где там этот чувак должен быть и сдам по моему начну и должны ответить что типа я сам добыл то есть сказать правду я понял так где он тут есть вот-то горхар хорошо давать даже сохранился всякие пожарные мало ли что вдруг он такие такие провокационные вопросы задавать да то его знает вот так хорошо я тебя добыл по просьбе хату да нет я добыл кровь по просьбе хату я вижу что ты говоришь правду передай хату что он прошел мою третье испытание он умеет выбирать достойного учителя что-то имеешь в виду чтобы быть настоящим полководцем не достаточно иметь трех качеств о которых я говорил еще нужно подбирать честных и надежных воинов что будут на поле сражения прикрывать тебе спину командир должен видеть их в массе других воинов и правильно управлять ими тебе не занимать мудрости погоди не торопись уходить я знаю что на твоем пути будет еще ни одно сражение поэтому я кое-чему могу тебя научить что поможет в битве с врагом не знаю правильно ли я поступаю знаю что ты можешь натворить больших бед но ты достойный воин а я уважаю таких как ты чему ты можешь обучить меня ух ты уклонение ничуть все уклонения от оружия есть такой параметр нифига себе буквально это огня а то стрел 15 обучения от оружия 15 о вернее 20 обучения 10 от магии 10 от огня блин чуваки надо бы потом размутить и вообще обучение в любом это все размутить в них тебя интересно это можно много раскачивать или вот только вот но ты вот 15 процентов или сколько он там дает я уже забыл тушь при себе вещь конечно классная да кстати я здесь нигде не видел параметров уклонения да то есть не в боевых то есть только ремеслое боевые правильные я нигде не видел такого параметра типа как уклонения вообще конечно крутяк так давайте значит попробуем все таки что-нибудь стырить допустим коем изделие да я просто так понял что это зелье наверно знаете где находится наверное то но вот в этом сундуке ну да сундук и никто не а сундук ведь никто не даст обыскать правильно то есть поэтому я не понимаю как мне этот квест пройти то есть нужно как-то украсть у него зелья и поставить туда какое-то другое то есть блин полная жесть а так давайте то вернёмся к хату да но горхара потом плевом нужно будет получиться всем этим навыкам то что это конечно офигенная вещь 10 особенно уклоняться от магии дарья даже натуре я даже первым делом в натуре научусь именно уклоняться от магии чтобы как-то от ищущих прятаться короче говоря интересно теряя как это будет выглядеть это будет какая-то анимация или просто будет стрелы мимо меня лететь еще в этом плане очень интересно конечно так чё там где-то в хату хату братишка горхар будет учить тебя моро не обманывать меня от очень рад и благодарить морро я иметь золото и давать его за услугу к 5 700 золотых дала я так затрачу вроде места золотых оказывается ну ладно так давайте вот натуре этот квест вот делать он блин падать и этот квест пом варенье нет ни с него ташкор да вот ташкор смотрите алхимик у него есть специальные зале превращение в архе нужно выяснить где он его хранить и выкрас после этого нужно просить у химика что-либо сделать сделать а как не выяснить где он его хранит а сообщение порядок а мне выяснить где этот ублюдок хранит свое зелье да я и с рабами говорю и в комнате в этой был правильно там вроде бы нигде этого зелья не видел у самого шкора как бы спросить нельзя я стать еще приду а я качку дуга сейчас поспать до полуночи и попробовать его завалить даже когда он будет бесить со своим этим саным зелем да но поглядим что там будет может быть и будет задротство но принципе я вдруг все-таки его можно будет и так загасить так значит давайте до позднего вечера правильно погнали на арену но поглядим натуре а вдруг он принципе не будет такой уж там прямо архи крутой до вдруг его можно будет завалить потому как повторюсь что это правда потому как повторюсь что фиг его знает что там то как делать но стиль да наверное когда мы сможем победить этого аж кора да наверное можно будет не поговорить и сказать типа перестань бить тильду я думаю что он согласится типа зауважает нашу силу все дела это понимаю что этот квест связан так артар хорошо то следующий противник на тебе 200 золотых вот да 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 со шкором да 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 со шкором ну сейчас поглядим давайте-ка сохранимся на сахаре пожарного второй слот да и посмотрим быть может все таки нам удастся его победить а а да вот он пьет какое-то зелье и 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 Давайте-ка сохранимся То есть нам по сути сейчас просто нужно победить еще Саву этого Ашкора, а по-моему это не так уж тяжело Если вообще не тяжело, насколько я понимаю Да И вся любовь как бы А Варха нам помогли завалить, короче, сами орки Да, потому что они испугались монстра, что называется Да, Ашкор этого не смог Предвидеть, так сказать Поэтому в принципе ничего сложного я не вижу В этом сражении Ой, только что у нас так потрепал уже неплохо, а, мразь такая Сволочь Надо быть все-таки с ним как-то поосторожнее Еще орки мешают просто, да Так у нас было бы какое-то место, да, чтобы у Алиса Так эти войски стали тут совсем рядышком Доделаю палы, а Падло такое, а Ну просто коцый так нехило, конечно, а Ой, ладно, еще раз попробую Если не будет получаться, то тогда, наверное, поставлю на паузу И когда уже более-менее его потрепаю, то продолжим выпуск В принципе, ничего сложного в этом бою, конечно, нету Все-таки, когда он варха превращается, лорки-горки помогли Хороший такой бахали, что это было, я даже не знаю, как это назвать Но мне это действительно здорово помогло, ничего не скажешь Вот сейчас, конечно, нужно быть поосторожнее, прямо скажем, да То есть нужно просто на него не нарываться, вот так вот как-то потихоньку валиться, да Вот так вот ударил, вот отошел, ударил, отошел И, короче, да и вся любовь на туре Потому что когда он, конечно, так валит, то Мама не горюнь, конечно, хп сносит Давайте на туре вот так вот будем его потихоньку коцать, короче, да и все А не нарываться на рожон, так сказать, потому что когда он, конечно, начинает малафить, то Хп сносит довольно-таки неплохо, прямо скажем Надо дать должное старичку Он еще что-то может, так сказать Вот падал, так и рубанул меня, мразь, да Хорошо, что я сохранился Ну ладно, сейчас мы его уже на туре завалим Завалим его сейчас как мамонта, я уверен А, сейчас уже получится точно А, интересно, с этого варха что-нибудь можно взять? Потому что, прикиньте, какой он здоровый, да С него же, наверное, мясо, там столько выпадет, наверное, кусков 50 сразу, да И я сейчас свои проблемы с едой сразу же и решу Да че ж такое-то, ел и пал Так неплохо у меня получалось его валить Уже даже пошли завалил, а потом вот этого что-то затупил, а Ой, страшные вещи какие-то происходят Последний бой на арене таки получается у меня запарным, так сказать Да иди ты в пень, а, сволочь, а Задрал О, блин, я так сохранился плохо, вот сейчас у меня еще зарулит, а Да в натуре сейчас я плоховато, когда так сохранился, а Как бы сейчас не было беды, а Че, придется его вообще заново валить Надо было все-таки не сейвиться Ой, ну ладно, ща поглядим, ща поглядим Сейчас главное сразу же мышку нажимать Ну да, вот, да и нормалек Да ты задрал, сволочь, а Блин, как же меня запарил этот, блин, у него хп там уже почти не осталось Ты ща практически уже бой выиграл Вот это вот задрозство началось какое-то, да Все никак я не могу вот эту последнюю свою двушку, так сказать, провести, да Уже нагнуть его, да и дело с концом Нет, это приходится вот это еще задорачиваться с ним, конечно, это очень грустно Так, все, чуваки, у меня уже хп, конечно, вообще не осталось Но и у него уже там уже буквально на пару ударов Поэтому у нас сейчас должно уже получиться Давай, братишка, стукни вот так крепко, а Как ты умеешь О, о, да Да-да-да Не, конечно, это, конечно Да То есть, походу, мне нельзя его, что ли, гасить на глазах ворков Но тогда, как я буду его гасить на глазах, не на глазах ворков Если они при любых раскладах будут прыгать вниз, да Но разве что в случае, разве что в случае Если в натуре как-то так сделать, что украсил этого Ашко-разделия, да Тогда он не будет превращаться в ворка Орки не будут на него агриться и прыгать вниз, да И чтобы его завалить, тогда, быть может, у меня еще получится А по-другому я, как бы, и не представляю, честно говоря Ну да, зацените, они все тупорылые какие-то Да, это, конечно, давайте еще разочек, конечно, попробуем Я не знаю, но я так понял, что, короче, фигня То есть, не получится у меня его завалить из законченного бага Очень жаль, но, че ж поделаешь Тогда, короче, нужно думать в натуре, как у него это зелье украсться Я, по правде говоря, пока что, в всяком случае, понятия не имею К сожалению Блин, просто обидно, да, знаете, уже так затрачивался Уже даже получилось его победить Уже все же есть, как бы, да, просто последний этот удар нанести Все, как бы, уже арена пройдена, да И можно, по идее, идти, где будет помогать И такая вот засада, что, короче, из-за тупорылого прикола вот этого Ну да, не получится, конечно, нифига Понятно, да, загружаемся Хорошо, что я хоть сохранился в первый слот Да, давайте в натуре загружаемся Поспим тогда, наверное, до раннего утра Блин, я жую, и я что-то не могу вкурить Просто, а как мне украсть у него это зелье То есть, вообще, непонятно Абсолютно непонятно Просто, в натуре, я, получается, что И с этим самим Ашкором говорил, правильно Я нигде не мог там у него украсть зелье, так И с самим Ашкором, то есть, говорил И, а, слушайте, а что если взять поспать до полуночи Может быть, тогда, там, орки оттуда уйдут, правильно Уйдут спать Или еще куда-нибудь И, быть может, мы сможем этим воспользоваться Ну, давайте попробуем поспать до полуночи Давайте попробуем такой вариант Так, вот, до полуночи, правильно Да, до 12 часов ночи, давайте, погнали Быть может, и так вот нам удастся Будем надеяться на это Ну, просто, что я так понимаю, что это вряд ли сработает Потому что орки Они редко спят, да Как правило, там всегда 1-2 человека По-моему, в этой комнате находится Даже когда уже совсем темно Поэтому я жил Реально просто непонятно, как же мне украсть у него это зелье, да Чтобы он не превращался в этого сраного варга Просто по-другому не получится его никак победить То, что орки будут по-любому агриться на этого варга, правильно? А так как они агрятся, то... А двери уже закрыты, то есть они не уйдут оттуда никак, правильно? То есть получается, что его никак не победить Орки все время будут говорить, что я убийца и валить меня Поэтому тут и получается только один вариант Что как-то украсть это зелье, но как его украсть вообще непонятно Ну да, видите, орки здесь круглосуточно находятся То есть как мне украсть у него это сраное зелье, в котором он превращается То есть аж гор и его охранник здесь круглосуточно находятся То есть на вопросы у них и не отвечают И вообще непонятно, что делать Есть сундук, да, но я живу, я его обыскать не могу Потому что они здесь круглосуточно находятся, эти два ублюдка Ну а так тут зелье все обычные, да, то есть зелье маны, зелье лечения То есть такое, но вижу, просто непонятно Как надо поступать Блин, вообще, короче, жесть какая-то, какая-то квест пройти Если, короче, знаете, ребятушки, то подскажите Потому что я вообще, конечно, без понятия, просто Тогда давайте, наверное, поспимте до рассвета До рассвета И что, я даже не знаю, что и делать Ну и возможно, давайте-ка отправимся По тропе войны, так сказать, будем бегать и всех, короче, нагибать Трофеи разные охотничьи добывать Вот те, хода двух мракорисов завалим Короче, еще там разного опыта будем мути Потому что очки опыта нам, вернее, обучения нам очень нужны, да Арбалеты мы уже немножко прокачали Но в том-то и дело, что немножко Нам нужно хотя бы 60 Это раз Потом нам нужно еще прокачать силу Это два А в-третьих, еще есть такие классные, оказывается, параметры Как уклонение, да От меча, от магии, от огня Тоже довольно-таки интересные навыки И было бы здорово им обучиться Поэтому нам, конечно, сейчас очень нужно добывать И такие какие-то очки опыта Чем я, собственно, и предлагаю заняться сейчас Еще нужно собирать зубов болотажера И один язык огненный ящериц И тогда мы сможем пройти еще квест в Сулумулу От такая вот загогулина Так, я-то где-то видел дофигища падальщиков Давайте еще их сейчас завалим всех Вот, дал этих падальщиков перевалим И, наверное, на сегодня будет все Я же говорю, если вы шарите, как можно украсить этот вот напиток у Ашкора То, конечно, пожалуйста, подскажите Потому что по-другому его как бы не пройти, да, к сожалению Я бы и хотел его просто нагнуть даже без всех этих краш напитков Но это просто нереально, к сожалению Поэтому Прошу подсказать, да, так сказать Целая толпа саврилась вообще всяких диких зверей И падальщики, и всех, кто хочешь Так, кажись, а все Так, вот еще падальщики есть Но падальщиков тоже по-любому надо валить Потому что с них падает мясо, да А нам мяско реально нужно Для восполнения хп Да и в принципе, кстати говоря, есть прикол, что за падальщик опыт еще неплохо дается Да, 100 опыта, честно говоря, за этого странного падальщика Его так легко убить И при этом за него дается столько опыта Есть прикол, что даже за того же самого шныга Да, дается, по-моему, столько же 100 опыта, да Так все-таки шныга убить потяжелее, да Так, а вот, кстати говоря, и эти самые шныги Еще варан где-то есть Я что сейчас слышу, как на меня варан агрелся, а? И кого он делся? О, мы теперь еще шкуру можем добывать с рептилией Это вообще здорово Кстати, я интересно, шкуру рептилией тоже можно подавать охотникам Даже как, допустим, шкуры обычных животных Интересно, тоже надо будет попробовать потом непременно Чипаточек есть вообще капец Так, ништячок Там ничего нет Там все равно проход завален, поэтому пускай там, короче, они себе тусуются, да Мы сейчас тогда завалим вот этого вот шныга Такую вот дорожку расчистим Кстати, до следующего уровня не так уж и много, да Четыре и восемь тысяч опыта, короче говоря То есть, я бы не сказал, что сильно много, да Вполне можно Короче говоря, уже и прокачаться до еще одного уровня И, возможно, повысить силу себе Или даже в натуре обучиться уже тому навыку, чтобы Обучиться тому навыку, чтобы Уклоняться от стрел или от чего-нибудь такого Так, засейвимся Давайте, кстати, я и во второй слот засейвимся А то у меня второй слот там, где я дерусь с этим придурком А он мне уже совсем не нужен Потому что из драки ничего Хорошего не получилось, да Как мы выяснили Так, а вот эти сраные Маракорисы Давайте-ка Главное, чтобы их по одному нагибать А вот тут Маракорис чем-то занят Он там кого-то валит, поэтому, в принципе, да Вот он с кем-то валит, чуваки А, он по-моему, кстати, валит с этим С некромантом Прикол, да Что забавно Блин, сколько есть Маракорисов, засадите, чуваки Ты мразь, а, недоносок конченый Падал с этими скелетами, с этими ищущими Как они меня запарили И я из-за них не могу даже, извините меня Заняться с этими несчастными Маракорисами, да Из-за этих конченых ищущих Вообще я ничем не могу толком заняться Даже на Маракорисов поохотиться, не могу Падал вызывает этих своих бомбезных скелетов Которые валят с уроном в 2000, наверное, урона, да Блин, да чё ж за бага игра, зацените Теперь тут ещё и огненный Маракорис Какого-то Макара вылез Вообще непонятно откуда Да, игра просто сплошной какой-то бах Та иди ты в очко Та сдохни, ёпта Наконец-то Ты чё, мразь, вообще барзел Опять кто-то мечи достает сейчас, блин, боюсь, что опять придёт этим придурки, да И нагнут меня эти все скелетики этого ищущего, конченого, да А, или нет Так, давайте убегать, потому что там, по-моему, они завалили как раз ищущего Ну да, вон там, мразь уже бежит за мной Иди в очко Так, всё, вроде бы как отстал О, он пошёл на нежить, тупо, прикиньте, чуваки, его сейчас всю нежить завалит А, или нет, это гоблины, он до гоблинов решит доколупаться Ну и зашибись Пускай он там, короче, валит этих гоблинов А нам бы лучше всего заняться этим самым ищущим Арбалет у нас есть Более-менее уже вкачан И давайте-ка попробуем этого ублюдка убить Мне подсказывали, что можно попытаться, короче говоря, его просто с дальнего расстояния валить Ой, блин, я протупил, падла, а Вот падал опять начал призывать А, ну я вот так долго буду убивать, чуваки, тоже зацените Нет, я вот так буду долго валить, потому что я вот даже когда, ладно, всё, короче, чуваки На сегодня всё, потому что я запарился Ну так тоже не получится, потому что у него там хп с него вообще еле-еле Поэтому это тоже не вариант Ой, не знаю, я что мне с этим ищущими делать Ну ладно, будет что-нибудь придумывать При любых раскладах я вам как всегда благодарен за просмотр, за подписки, за лайки До новых встреч, ребята, пока Пока